Мы должны учитывать международный геополитический контекст в обязательном порядке, в котором происходят нынешние боевые действия. И здесь надо однозначно сказать, что влияние международного сообщества в целом на подобного рода конфликты в последние как минимум 6 лет сильно ослабло. Поэтому ожидать, что какие-то действенные механизмы могут быть применены по линии международных организаций, включая, кстати, и сопредседателей Минской группы. Но отдельные государства, которые имеют влияние и ресурсы воздействия на регион, конечно, могут влиять и на Армению, и на Азербайджан. Речь прежде всего идет, как было отмечено уже коллегами России и Турции. Причем, если говорить о Турции, то она выступает впервые в роли стороны, которая, если и говорит о том, что она косвенно ввязалась в конфликт, но даже если выражаться скромнее, можно четко сказать, что впервые за всю историю Карабахского конфликта Турция открыто и очевидным образом поощряет Азербайджан в ведении этих боевых действий. И даже мы слышали заявление, что их остановка этих боевых действий может быть только после окончательного и полного освобождения Нагорного Карабаха Азербайджаном. То есть подобного рода заявлений при всей поддержке Турции Баку мы в прежние периоды не слышали. Что может Россия? Ее возможности в значительной степени ограничены, хотя уже тем, что Россия, как бы тем, что Сергей Лавров с единственным министром иностранных дел, кроме армянского и азербайджанского, с которым общался на эту тему, был Невлюд Чавушаулу, лидер, глава турецкой дипломатии. И то, что подобного рода разговоры происходили именно с турецким министром, а не, скажем, с министрами стран, сопредседателем минской группы, говорит о том, что именно Россия и Турция здесь главные внешние действующие лица, а ни в коем случае не минская группа ОБСЕ и ее сопредседатели. Кроме того, что фактор России в определенной степени здесь сдерживает ее особые отношения в последние годы с Турцией, следует говорить, что непосредственно вмешиваться в роли миротворства России трудно еще и потому, что все последние годы Россия поставляла наступательное вооружение Азербайджану. И для всех было очевидно, что эти вооружения должны были быть использованы против армянских сил. И если Россия потребует, скажем, от Баку, чтобы они приостановили свои агрессивные действия, это будет означать, что Азербайджан зря тратил миллиарды долларов на закупку российского оружия. То есть подобный психологический фактор присутствует. Естественно, что когда слишком далеко зайдут боевые действия и могут принять уже абсолютно неконтролируемый извне характер, Россия вмешается, поскольку ей серьезное изменение статус-кво в этом регионе невыгодно, поскольку это будет означать, как уже отмечалось, ослабление ее роли в регионе в целом. Поэтому надо ждать периода, когда вот это вот нестабильное равновесие на фронте будет нарушено, и одна из сторон добьется уже серьезных успехов в боевых действиях. Только тогда можно ожидать более жесткого вмешательства российских политических руководителей в ситуацию. До этого, видимо, она будет наблюдать и делать такие же заявления, как прочие зарубежные государства.